Восвятая служба информации Талерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Дети и дорослые рыхтуются до начала нового научного года, до которого застались личные дни. В дело в этой справе принимаются представители органов УЛАДы. Старшиня Аблвы Канкама Владимир Дворник сегодня уручил портфели первоклассникам, которые являются выхованцами Гомельского городского социально-педагогического центра. Детейший социальный притулок призначен для проживания детей в возрасте от 3 до 18 лет. Сегодня тут находится 40 выхованцев. Четверо из них все лет останутся первоклассниками. Усяго праздникальки дём я не пошнусь вучиться у 60-й Гомельской средней школе. Нельзя сказать, что дети не подрыхтованы до учебы. По-перше, я не наведывали подрыхтовчую группу, а по-другое, з ними займалися выховальники притулку. С ними занимаются воспитатели, готовят, безусловно, в школе, с ними работает психолог наш, работают воспитатели дошкольной группы. Дети очень рады и ждут 1 сентября для того, чтобы отправиться в школу в первый раз. У социальным притулку дети могут находиться до 6 месяцев. Практика свечить. Зараз 60% выхованцев Гомельского городского социально-педагогичного притулку вертаются в биологичные семьи. Яши, каля 30% – в приемные. Але зауседы им будет потребна допомога дорослых, які повинны зробить усе, каб дети отшували себе обороненными. Областная акция «Зберем портфель першокласснику» закликана не просто допомоги неполнолетним у подрыхтовцы до школы, а лей створысь умовы для их усебакового развития. По этой причине у подарунок притулку – спортивный инвентар. Что тыжится непосредственно портфелев, то у их школьной сшитки – наборы каляровой паперы, фарбы и пеналы. А еще цацки. Дарослы кажут, что гэты подарунок вельми необходны. Першоклассникам еще потребуется час, каб звыкнуться с новыми умовами. Каждый сегодня старается сделать так, чтобы этот ребенок почувствовал себя уверенно и почувствовал зашиту не только от тех родных, которые у него там есть и не могут сделать для него какой-то подарок, но и от государства, и от тех людей, которые могут это сделать. Поэтому это важно, это дисциплинирует, это объединяет наш народ. И эта акция имеет такой хороший психологический задел будущего для этого человека. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадо «Кампания Гомель». Протягиваем выпуск. На сегодняшнем посаджении Абл-Канкама проанализованы выники инвестиционной деятельности в этом году. Только за первое по угоду в экономику региона накеровано маль 20 триллионов рублей. По этому показчику Гомельщина соступает только Минской области. Разом с тем, по широку позиций, ситуацию еще нельзя назвать задовольняющей. Олег Сенцеров потекавился перспективами. Инвестиции – это задел на будущее. По сути, это то и финансовый подморок, которые позволят развивать экономику в ближайшей перспективе. Для Гомельской области и ее великие промысловые базы – это особо важно. А тому работа по протягнению инвестиций тут ведется постоянно. 100,1% – это по вынекам бегущего года, когда лечить с початку пятигодки, 127% – самый высокий показчик в Беларуси. О протягах сегодня будут выполнены и такие показчики, как притягнение замежных инвестиций. Подстава для такого стверждения – наявность инвестпроектов, которые реализуются у циелозно-паперовой, машинобудовничей и нафтовых глинах, а так само металлургии. Причем сроки мкнутся вкладывать с максимальной эффективностью. Можно построить здание, коробку – это тоже инвестиции, но эта коробка не дает никакого эффекта в экономике. А можно вложить очень современное технологичное оборудование, которое будет давать новый продукт, товар с очень высокой добавленной стоимостью. Так вот у нас этот показатель сегодня в активную часть вложения – порядка 43%. Это лучший показатель в Республике Беларусь. То есть это в оборудовании. Великая надея в плане притягнения инвестиций на свободную экономичную зону Гомель-Ратон. Зараз тут зарегистрировано 78 резидентов, три за яких отримали ответственный статус в этом году. И еще с пятью компаниями ведутся перемоги, причем три за их вероятно так само будут зарегистрированы уже все летом. В угле у администрации СЭС сегодня готовы разглядать любые макчимысти по притягнению инвестиций. Я хочу провести круглый стол на базе бизнес-центра свободной экономической зоны с приглашением ЕС, органов управления, министерств, ведомств, в связи с тем, что сейчас возникает много вопросов у наших резидентов по ведению бизнеса, начиная с 2017 года. Сферы, которые сегодня наибольшие притягиваются для инвесторов, вытворчивость нафтопродуктов, машин и обсталивания, транспорт и совесть, химичная вытворчивость. Разом с этим угломским облаконками Перекананы, сегодня необходимо больше активно притягивать сродки и у иншей сферы, починающие от оказания информационных и туристичных послуг. Мы в этом году наконец запустили по полной программе технопарк наш. Мы зарегистрировали достаточно большую группу новых резидентов, что радует, что очень приходит много компаний с IT-технологиями. И там вот молодые люди, по сути дела, с компьютерами, делают такие объемы, которые порой делают наши достаточно средние предприятия, да, причем зарабатывают в валюту. Вот эти направления для нас очень интересны, они достаточно развиты во многих странах, которые достигли больших успехов, да, такие как Сингапур, там, как Тайвань и так далее, как Япония. На этом страны поднялись, по сути, страны, которые не имеют собственных ресурсов. Олег Синчаров, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». До инших тем. Хвалю ночных крадяжол за автомобилей у «Гомельчан» удалось испынить супрацовникам управления криминального вышеку. Яны затрымали 23-х годового жихара областного центра, и кем може месть дочинение не меньше, як до 20 злочинствов. Як поведомили правоохоуники, у жнивня маль кожную ночь мужчина выходил на промысел и вертался до дому с краденной майомостью. С добычей рыбовника становились и каштовные речи, магнитолы, покинутые у салонах электронные прилады, гроши и видеорегистраторы. Особливых пероваг на контвыбору автомобиля у злочинца не меу. Открывал як дорогие иншамарки, так и машины российской вытворчасти. Не спыняла мужчину навод сигнализации, якая была усталявана на первоважной большинстве иншамарок. Каба житявить крадеж, былому рецидивисту хапала от одной до двух хвилин. Па час затрымания рабоуника большая частка с краденной майомости была знойдена на кватеры яго знайомой. Частку реча у злочинца поспеу реализовать. Зараз по знойденных электронных приладах назначены шерах технічных экспертиз. Правоохранники не выключают, что списк крадежов по их вынику может быть поширен. Данная личность это молодой человек, ранее неоднократно судимый. Судим он за кражи из автомобилей и угоны автотранспортных средств. Предметом его посягательства являлись различные автомобили. Можно предположить, что акцент был сделан на автомобиле такси, потому что он предполагал, что в них будет оставаться выручка. Совершил он более 25 фактов данных преступлений. Вменяется и инкриминируется ему статья уголовного кодекса 205, часть 2. В отделе ЗАГС администрации Новобелецкого района отбылась урочистая регистрация золотого веселья. 50 годы семейного життя значила семья Голда. За полстагодзе их головным богатым стали семеро детей, 17 унуков и 6 правнуков. Усеяны пришли повиншовать пару с юбилеем. По жаданию в этот день таксама прогучали от представников улады и громадских организаций. Нина Федоровна и Рыгор Иванович сустрелись 50 годов тому. В той вечер он запросил ее на танец, а про 3 месяцы уже зарабил пропонову руки и сердца. Разом и шли и по службовым шляху. А малю все життя дали працы на Новобелецкой станции Худкой допомоги. За эти годы вырастили двух дочок и пятеро сынов. Нине Федоровне уручены два медали «Материнство» и «Орден Мати». Вы знаете что, я думаю, что, наверное, меньше надо свое «я» вперед ставить, а думать, что это мы. И всегда будет все хорошо. Я у него в жизни, а рыбка моя золотая. И вот он утром просыпается, всегда мне поцелует. Ну, так вот, такие у нас вот за 50 лет, и все они вот так у нас проходят. Эта книга иснует с 1984 года. Свои фото и подписы у ее покидают пары, которые означали юбилей семейного життя. Сегодня в этом сборнике уже около 100 записов. В 2014 году он пополнился еще на 10. В этом году прошло столько новых регистраций в тем лику бриллиантовой веселле 60 лет с уместного життя. Еще две урочистости запланованы на наступный месяц. С початком вероясня в нашей краине будет даден старт масштабной республиканской акции «Любить Беларусь». Ее головная идея – поддержка духовной спадшины и захование национальных культурных традиций. В рамках акции заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Бяседа» проедет по городах нашей краины с концертным туром. Он начнет с другого вероясня в Гродне и завершится 10-го кастричника в Минске. Организаторы проекта «Агета Белтелерадиокампания», телеканал «Беларусь-3», Республиканское громадское объединение «Белая Русь» обещают, что программа концертного тура будет насыщена яркими номерами с уластивым коллективу «Национальным колоритом». В Гомельской области ансамбль «Бяседа» даст одразу три концерты. 11-го вероясня артысты выступят у Светлогорску, 12-го в Жлобине, 13-го вероясня у Гомели. У городе над Сожем и Светлогорску выступления заслуженного коллективу отбудутся у стенах городских центров культуры. У свою чергу Жихары Жлобина смогут отриматься салоду от творчасти таляновитых артыстов на центральной площади города. Приглашаем всех жителей нашей любимой Гомельщины на такой замечательный концерт, такого замечательного коллектива, как «Беседа». Тем более само слово «Беседа» предполагает, что когда мы собрались, пообщались, вспомнили наши традиции, попели песни и поделились позитивно друг с другом. Гомельские спортсмены вернулись из узнагородами Кубка Света по пауэрлифтингу, який отбылся недавно у Курску. У споборництва худельничали 850 человек с разных краин. Гомельчанин Виктор Коновалов перемогу ваговой категоры до 100 килограммов и разом с медалем отримал титул «Майстер спорту международного класса». В той час, как Станиславу Чеху, не было ровных уже межтанги лежачи. С атлетами сустрелись наши корреспонденты. В тренажерной зале ДКВ прорабочая атмосфера. Правда, створяют ее выключены представницы прыгожей половы. На момент с дымок у зале только девчаты, незразумелые инструкторы. Среди их 28-х годовый Виктор Коновалов с недавнего часа майстер спорта международного класса. За его широкими пляшима годы тренировок, боротьба, тайский бокс, карате, затем 11 годов занятка у пауэрлифтингом. На Кубку Света у Курску Виктор, навод полепший особистые рекорды, поднявший в огольной сумме 805 килограммов железа. Я в такие моменты не волнуюсь просто. Я знаю, что надо делать все. Либо делаешь, либо нет. Когда поднимаешься, да, в общем, и радуюсь. А самый, наверное, момент такой был приятный, там, это стоять на пьедестале и слышать гимн страны своей. Вот это было, как бы, ну так, и приятно, и волнующе. А рекорд, ну, как бы, я не знаю, для меня это, ну, как для кого-то работа. Это моя жизнь, я это просто делаю, и все. У тяжким спорте легких шляхов нема. Кожный подыход до штанги вагой у некольки центнеров, а маль, что битва, якая не обыходится без травмов. Были яны и у Виктора. На один период, и он, як мог, тренировался, навод с гипсом на руце. Тренер и сябр, спортсмены, упевнены у тем, что его перемога – это закономерность, а не выпадковость альбовязения. Я бы сказал, что я просто помогаю талантливому человеку достигнуть своих целей и реализовать себя и свой потенциал полностью. Ему ничего не давалось легко. То есть это результат долговременной, постоянной, напряженной работы, превозмогания где-то себя. Со своих 22-х годов шесть Станислав Чеха дал пауэрлифтингу. У Ягос Карбонцы шмат медалёв и кубка, а так само звание майстра спорта Республики Беларуси Трохборье. На Кубку Свету у Акты удобавилась еще одна перемога и звание майстра спорта международного класса в жиме лёжачи. До речи, не навіта на этом элементе Трохборье он зараз и сконцентровал своё намагання. Станислав неутойвае. У Курску Яго вагавой категории до 74 кг конкуренция была не самая острая. Для перемоги хапила 155 кг. В этот час, як натренироваться, он без особливых намаганьев жмест 140. А за некольки днём до нашей встречи он у Воголе установил особистый рекорд – 170 кг. До конца года в планах удел у некоторых буйных споборництвах и махчима новые рекорды. Ну, в Федерации ВРПЦ рекорд 167. Планирую побить его. В дальнейшем планирую выйти на 180. Дарыши Станиславу есть куда расти. Рекорд у сих часов в жиме лёжачи у вагавой категории до 74 кг, який належит белорусскому атлету Роману Ярымашвиле. Перевышает 230 кг. Руслан Пролясковский, Максим Савин, Явген Макеенко, Дмитрий Радянко, телерадио «Кампания Гомель». Гэты выпуск завершены. Наступных глядите заутра на телеканале «Беларусь-2» у 7 годин ранецы. Усяго добрага и до сустречы.